Золото Российской империи. Дискуссии о нём среди историков не утихают уже почти сто лет. Не даёт оно покоя и кладоискателям. Итак, вернёмся к началу 20 века, когда Россия по экономическому развитию обгоняла большинство стран Европы. Империя скопила внушительный запас золота, а потом оно пропало. Но, как считают историки, вовсе не бесследно. Вам уже интересно? Мне тоже. Золотой запас Российской империи был одним из самых крупных в мире. Эксперты называют разные цифры. Но, как минимум, это около полутора тысяч тонн драгоценного металла. 2200 тонн золота лежало в казне Николая Второго. Мало этого, в Санкт-Петербурге хранилище Горного института ещё лежало на 5 миллиардов золотых самородков. И 750 ящиков серебра это числилось просто так. С помощью этого золота Николай Второй вполне мог превратить империю в ведущую мировую державу. Но ему помешала война. Очень может быть, что Россию тянули в неё намеренно. Значительная часть войн принимается для того, чтобы ограбить соседа, поживиться за его счёт. Значит, понятно, что воиновые, думаю, в отношении России, где Россия выступала в качестве жертвы, они были многие именно такого качества. Великая державность России заключалась в её золотом запасе. То есть это стабильность расходов, это стабильность экономики, это стабильность финансов, это военная стабильность на тот момент. Она была выше всех остальных стран. Естественно, все смотрели на Николая Второго, как на очень богатого самодержца. И всем хотелось золотые запасы как-то пощипать. Страну пришлось срочно вооружать. Часть золотого запаса отправили в Великобританию в обмен на пушки и пулемёты. Пришлось, если не платить, то, по крайней мере, в счёт банковских кредитов в качестве залога направлять золотой запас. С 14 по 17 годы прошлого века в хранилищах банков Британии осела часть стратегического запаса российских золотых слитков и рублей. Почти 350 тонн. Золото за рубеж было отправлено на общую сумму около 68 миллиона фунтов стерлингов. И российский золотой запас существенно похудел. Однако современных историков куда больше интересует другая, самая объёмная часть царского золота. Та, которую с началом Первой мировой войны спешно вывозили из Петрограда. Петроград находился постоянно под угрозой германского вторжения, ведь германские войска уже вторились в Прибалтику и, в общем-то, были не столь далеко. Золотой запас Российской империи, он был вывезен в два крупнейших тогда хранилища, находившиеся в крупнейших торговых коммерческих центрах по Волжье. То есть это Нижний Новгород, это Казань, там, где было возможности доставить и сохранять, и из-за отдалённости от фронта не опасаться на тот момент каких-либо случайностей военного времени. В Нижний Новгород было отправлено 400 тонн золота, в Казань чуть меньше 600. После революции оба города сдались новой власти без боя. Таким образом, золотохранилища, казалось, были защищены Красной Армией. Чтобы быстрее покончить с войной или хотя бы отсрочить боевые действия, советское правительство подписало с Германией невыгодный для себя договор. В историю он вошёл под названием Брестский мир. И платой за него опять стало золото. По условиям Брестского мира, Советская Республика должна была заплатить репарацию Германии. Всего в Германии было доставлено 96 тонн золота. Причём самое интересное, что это золото, доставленное от Берлина, после капитуляции Германии, государственному договору было положено передать Ран Монтанте. И в результате золота было отправлено в подвалы французского банка. С Германией расплачивались золотом, которое ещё при Николае II успели отвезти в Казань. Этот город сыграл особую роль в истории Советской Республики. 8 августа 1918 года Казань штурмом берёт дивизия генерала Каппеля. Его поддерживают полки чешских стрелков. В Первой мировой войне они воевали на стороне России, а после революции легионеров отправили на родину. Через Дальний Восток по Транссибирской магистрали. Почти 60 железнодорожных составов с солдатами шли через всю Россию. В Челябинске эшелоны задержали по распоряжению Ленина. В это же время на станции стоял поезд с пленными австро-венграми. Началась драка встречных эшелонов чехов с венграми, которые наоборот ехали на запад, в родную Венгрию. Но чехи и венгры друг друга не любили. Ну, и это послужило поводом для мятежа. Чешские стрелки разгромили оружейные склады. В руки мятежников попала даже артиллерийская батарея. Троцкий отдал приказ разоружить Чеху. В случае неповиновения – стрелять на поражение. А что же делают чехи? Чехи берут Самару. Советских войск там было мало. Они были, точнее, даже не Красной армии, а Красной гвардии. То есть необученных там каких-то подразделений, рабочих там, крестьян, сочувствующих большевикам. А берут Самару и Казань. Буквально за неделю чехи стали контролировать чуть ли не весь Транссиб. Именно по этой дороге генерал Каппель вывозил из хранилищ Казани золотой запас России. Золота было так много, что его везли до пароходов на трамваях. 657 миллионов рублей. Чуть больше 500 тонн. А как везти золото? На телегах, на автомобилях. Ну, как-то и опасно, и потом золота много. Проложили пути и на трамваях золота перевезли, погрузили на пароход, потом отправили в Уфу. Позже, когда золотые эшелоны прибыли в Омск, их хозяином стал адмирал Александр Колчак. С тех пор золото стали называть колчаковским золотом или золотом Колчака. Известный автор Александр Розенбаум подробно изучал биографию Колчака и даже посвятил белому адмиралу одну из песен. Настолько драматичной показалась ему биография тезки. Он дал ему огромный талант. Ученого, полководца, гражданина. Прежде всего, гражданина. Человек любил свою родину и все делал для ее прославления. В деле защиты родины Колчак надеялся на помощь Англии, Франции и США. Князь Георгий Львов, последний министр внутренних дел Временного правительства, договорился с этими странами о поставках оружия в обмен на золото. Весь Дальний Восток тогда подчинялся Колчаку. Ему нужно было закупать оружие. Ему нужно было закупать обмундирование. Ему нужно было закупать питание. И все это он покупал у Ротшильда, Моргана, у японцев. Колчаковское правительство осуществило два очень крупных займа. Один у японских банков на общую сумму 28 миллионов золотых рублей. А самый крупный на общую сумму 75 миллионов золотых рублей был осуществлен у консорциума англо-американских банков. Пока эшелоны с золотом для США следовали по Транссибирской магистрали, их нещадно разворовывали охранники. В основном из вагонов пропадали золотые червонцы, а иной раз исчезали целые составы. В Завайкалье на царское золото положил глаз атаман Семенов. Ему тоже надо было кормить армию. Добычей бывшего белого генерала стали 50 тонн золота. Семенов отправил его часть в Японию в обмен на оружие и провизию. Но где атаман спрятал остальное? Это загадка. Впоследствии советские чекисты проводили расследование и выяснили. Несколько вагонов с золотом затонули в озере Байкал. Еще пара в районе реки Томи. Но большая часть сокровищ закопана где-то в степи, на границе России и Монголии. Уже после гражданской войны найти этот клад пытался сам атаман Семенов. У него ничего не получилось, и это неудивительно. Заметных ориентиров здесь нет, а площадь района поисков превышает полторы сотни квадратных километров. В конце 60-х годов КГБ СССР организовал несколько экспедиций. Вдоль Транссиба искали 34 тонны золота атамана Семенова. Но ничего не нашли. В 1972 году дело отправили в архив. Исторические документы подтверждают. До Иркутска дошло всего около 400 тонн золотого эшелона Колчака. Почти половину армии белого адмирала тогда составляли чешские стрелки. Колчак не нравился, они были такие демократически настроенные. Диктатура генеральская, адмиральская им не очень импонировала. Хотя они поддерживали до времени Колчака. Они передали красным и Колчака, и золотой запас. Это было условие того, что Чехов пропустят дальше к Владивостоку и позволят им отправиться на родину. Александр Колчак. Он называл себя верховным правителем России. Он владел огромным количеством золота. Но оно не помогло белому адмиралу. Чехи предали командующего. Колчака расстреляли. Его тело сбросили в полынью. Конец Колчака был ужасен для кадрового офицера, для дворянина, которого казнили практически без суда и следствия. Как, впрочем, и царскую семью. Чехи заплатили за возвращение домой жизнью адмирала и русским золотом. Но когда золотой эшелон вновь прибыл в Омск, оказалось, что нескольких вагонов не хватает. Было передано определенное количество этих самых вагонов. Их было 18. Почему же из Иркутска обратно на советскую территорию ушло уже не 18 вагонов, а на 3 вагона меньше? Как и где отцепили вагоны, куда они пропали и кто ими завладел, неизвестно. Есть версия, что чехи не просто так охраняли русское золото. Советской власти они вернули лишь 323 тонны, а часть, около 60 тонн, присвоили себе. На эти деньги легионеры основали банк, крупнейший в молодой Чехословацкой республике. За счет вывезенного русского золота там стали осуществляться различные прорывы технологические, экономические. Чешские стрелки, атаман Семенов, колчак. Золото Российской империи побывало в руках слишком многих людей. Оно буквально растворилось на просторах Сибири и Дальнего Востока. Из Нижегородского золотого хранилища по различным мирным договорам были выплачены деньги Эстонии, Литве и Латвии. Около 15 тонн. Еще 4 тонны советская власть отправила в Турцию, чтобы поддержать ее в войне с Антантой. В 21-м году, мы знаем, что закончилась в 20-м году гражданская война. В 21-м году Троцкий приказал срочно подготовить справку, сколько золотого запаса Российской империи осталось казать. На стол Ленина, тогда представительством наркома, пришла записка. Ленин едва не упал с кресла, когда увидел, что из всего огромного, почти 5-миллиардного запаса, золотого запаса Российской империи, казни осталось 234 миллиона золотых рублей. Но даже эти деньги большевики не сумели удержать в руках. Лев Троцкий заключил договор с Америкой и Швецией на поставку паровозов. И за все платил золотом. Пять раз была завышена цена на каждый паровоз. 200 тонн золота из российской козы уходят в оплату вот этого контракта. Бесконтрольная растрата прекратилась в 27-м году. На закрытом пленуме Сталин назвал Троцкого врагом народа. Снял его со всех постов, отправил ссылку, а позже выслал из страны. Но золото Российской империи было уже не вернуться. От миллиардного царского состояния осталось лишь 138 миллионов рублей. Около 100 тонн золота. Меньше одной десятой громадного запаса. С учетом всех пертурбаций последующих уже 90 лет, реально говорить о том, что вот как какой-то банк в каком-то государстве там были приняты на хранение в качестве залога золотые слитки, и они в том же банковском хранилище продолжают храниться, и там же наверху над хранилищем в конторе лежат документы, которые там подтверждают, соответственно, происхождение этих денег. Вот все это маловероятно. На российском золотом запасе на сегодняшний день можно ставить точку, потому что вот именно золотой запас Российской империи, он осел в банках Америки, Англии, Франции, Японии. У России же, благодаря масонскому движению и контрреволюционному перевороту Красной революции, ничего не осталось. Очевидно, что искать царское золото в зарубежных банках и требовать его возвращения бессмысленно. Тут важно другое. Простая арифметика показывает, часть громадного запаса Российской империи так нигде и не появилась. Значит, ее еще можно найти. По крайней мере, есть те, кто верит в это.